В соответствии с указом президента Российской Федерации создан комитет по подготовке к празднованию 70-летия победы в Российской Федерации. Две недели назад я был на этом организационном комитете на заслушивании, доложил ту программу и те мероприятия, которые планируются провести в Севастополе, и реализация их уже началась. Ну а если переговорить о праздновании в Севастополе, то это масштабные мероприятия, которые пройдут не только 9 мая, они начались уже с марта месяца и будут проводиться апрель и май месяц. Для нас 9 мая в Севастополе это не только 70-летие победы, 7 мая это 71-я годовщина освобождения Севастополя, то есть два праздника. Поэтому в мероприятиях предусмотрены охват всех территорий Севастополя и всего населения. Севастополь сам по себе исторический. Это город, который связан с войной, город, который связан с историей, город, который связан с ветеранами. Поэтому в плане мероприятий это охват всех ветеранов. До 9 мая мы предполагаем, не предполагаем, а обеспечим жильем ветеранов Великой Отечественной войны, которым это необходимо сегодня. Раз. Второе. Мы привлекаем к проведению мероприятий не только свои силы и средства, но еще и из других регионов. У нас очень много гостей будет. Дальше мы планируем провести, как ежегодно проводили, реконструкции тех событий, которые проходили в Севастополе. Это освобождение Севастополя, либо из освобождения Севастополя, это военно-патриотические фестивали. Ну и самые знаковые события, которые пройдут 9 мая, решение такое министром обороны Российской Федерации принято. Это парад. Он будет проходить как парад победы на 9 мая, плюс военно-морской парад и плюс воздушный парад. Это все пройдет 9 мая. Ну а до этого мероприятия спланированы, как я уже сказал, по районам, плюс очень большие вопросы спланированы решение социальных вопросов, в том числе и ветеранов. У нас принята региональная программа и утверждена поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и привлечение их участия во всех этих мероприятиях. Дальше на сегодняшний момент уже идет награждение в соответствии с указом президента Российской Федерации, награждение ветеранов Великой Отечественной войны, медалью 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Награждают или медали вручают, начиная от меня, как высшего должностного лица, так и все остальные представители органов исполнительной власти, законодательного собрания, органы местного самоуправления. Всего порядка 9 тысяч награжденных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok